Итак, у человека есть душа, есть сверхдуша или Господь в сердце. Вот этот Господь в сердце, он высвечивает человеку, объект его любви. Что это значит? Это значит, смотрите, у нас есть судьба. То есть нам положено получить что-то хорошее от жизни и что-то плохое. И нам нужна семейная жизнь. Для чего нужна семейная жизнь? Чтобы судьба действовала, она через личную жизнь действует. Если, допустим, я где-то там на улице, мне сказали, что я плохой человек, да мне все равно, что он там сказал, потому что у меня нет близких отношений с этим человеком. Но если мне жена это сказала, извините, тогда ничего хорошего в моей жизни нет. Ну то есть, другими словами, чтобы судьба действовала, нужны близкие отношения. Если нет близких отношений, как судьба будет меня наказывать? Поэтому человеку нужна семья, и он это чувствует. Как действует Господь в сердце? Вот, допустим, пришла твоя судьба. У человека есть божественные качества. Ну то есть в каждом человеке как-то душа очень проявлена в каких-то качествах. И есть человеческие качества, означать недостатки характера. Удивительно знать, что Господь высвечивает человеку только божественные качества другого человека. Понимаете? Только божественные качества. И ты видишь в этом человеке что-то необычное, что-то чистое, светлое. Понимаете? И это удивительно, когда Господь так действует, потому что человек всегда ищет любовь. Без любви жить невозможно. И когда человек видит, вот это вот и начинает чувствовать счастье, которое идёт от этого человека. Он видит только хорошее или почти только хорошее в этом человеке. У него очень много счастья от отношений с этим человеком. Это называется любовь. Но это не значит, что так всегда продлится. Ведь рано или поздно этот человек будет проявлять и свои отрицательные качества тоже. Не то, что всю жизнь ты будешь вот это чувствовать, от него только хорошее. Но влюблённость, вот это понятие влюблённость есть. Понимаете? Понятие влюблённость означает, что Господь это делает. Некоторые говорят, ты заставил меня полюбить. Да ничего он не заставлял. Он говорит, да я не заставлял тебя. Сама полюбил. Она говорит, я не хотела тебя любить. Ни он не заставил, ни она не хотела. Это Бог заставил. Теперь смотрите, интересно знать, что когда люди любят друг друга, между ними появляется вот эта связь. Вот эта нить незримая. Эту нить тоже не люди сами поддерживают. Это Бог поддерживает эту связь. Понимаете? Допустим, вы говорите, я от мужа пытаюсь уйти. Уже много раз пыталась уйти, а он меня держит. Но сам говорит при этом, я тебя не держу, уходи. Понимаете? Ничего не так всё. То есть муж не держит, жена не держит, Бог держит. То есть жена не может уйти, муж не может уйти. Но когда человек уходит, он идёт против воли Бога. И тогда наступает наказание.